Заходят какие-то чмошники, военная переводчица представляет её полным титулом на три страницы, она такая-такая-такая, а я, дедушка, говорит дедушка, и сообщает, что вот он принадлежал хозяину Мигдалу, был наставником у детей, учил языкам, истории. И имел уважение, да, и что для тебя сделать, Гюля Дыня? Вы, когда взяли город, дети умоляли меня не уходить, но мы с хозяином Мигдалом решили, что я должен уйти, и вот я лишился дома, и теперь обитаю на улицах. Гюля, я аж открыла столовки для бывших рабов, и велела построить для них бараки. Я не хочу в бараке. Барак, это, кстати, по-русски казарма, в общем-то. Это же, да. Это же латинское слово. Барак. Неправильно так называть. Не хочу обидеть, ваша милость, я посещал одно из таких мест, говорит дедушка. Молодые там мучают стариков, отнимают, что хотят, и бьют, если мы сопротивляемся, т.е. дедовщина в казарме царит. Кто бы мог подумать, среди вот этих добрых рабов, которые так намучились, а за дисциплиной никто не смотрит. Ну, тут, кстати, аптечках, это ж как. Как в любой армии. Если в казарме постоянно не присутствует офицер, в том числе и ночью после отбоя, если он не спит там, то вот этого добра граждане, попавшие в естественную среду обитания, они там устроят. Блин. Т.е. Никого нет, за дисциплиной никто не смотрит. Ты же дура, Дыня. Ты дура во всех аспектах. Ты даже такого не знаешь, блин. И что вот этот несчастный дедушка, а этот еще хоть ходить может. А другие дедушки ходят не очень, едят не очень. И ты ж их на смерть обрекла. Дура, блин. И это еще не докладывают, сколько их на улице-то умерло. Ну, там же самое главное, что вот ты конфисковала рабов, твои дальнейшие действия, я вообще не понимаю. Она-то сама малолетняя? Она просто малолетняя. Ее невозможно критиковать за то, что она дура, потому что ей 15 лет по книжке, ну или, возможно, уже 16. Ну, один хрен довольно мало, потому что за холодрога она вышла в 14, ну, т.е. там времени-то прошло год-полтора, может быть. Ну, она малолетняя дура, потому что ей мало лет, точка. Ну, вокруг нее же есть дяденьки взрослые и тетеньки тоже не менее взрослые, которые же должны рассказать, как это все устроено. Как рабство отменяли в ихнем этом Вестеросе? А его же когда-то отменяли это рабство, потому что когда-то там было, когда были 7 разных королевств, и там были рабы. Ну, если вы отменяете рабов, так вам нужно этих рабов сразу куда-то применить, чтобы они с голоду не передохли. Трудоустроить. Конечно. Отлично. Вот вы конфисковали имущество у этих благородных господ. Так вы, может быть, эти капиталы пустите на какие-то государственные программы, потому что вы разом одним движением буквально сделали самого богатого человека, это вашу дыню. То есть, у нее тупо очень много ресурсов, которые она изъяла у всех окружающих. Так это значит, что рабы должны остаться там, где они находились, на своих плантациях, на своих участках других работ, там каменоломни, где не находились. Просто теперь они работают не на хозяев, а на дыню. Вот и все. И ничего не должно поменяться в смысле трудовой организации. Потому, что единственное, что вам те деньги платят за то, что вы работаете. Ну, вы больше не рабы. Мы так решили. Соответственно, вас не просто обеспечивают едой, вам за работу гарантированную некую оплату дают. Ну, деньгами, ресурсами, неважно как. Едой. Но самое главное, что сразу эту массу людей нельзя никуда девать. Если вы просто их лишите работы, ну, то есть, совсем, вы свободны. Заебись. Вы их убьете. Мы все свободны помереть, в первую очередь. Это первейшее, на что вы направляете нашу свободу. А это значит, что они первые будут недовольны. Кстати говоря, проблема вот этих вот интеллигентов рабских, хаос-ниггеров, она не очень серьезная. В силу того, что их всегда мало, ну, ведь их тоже нужно куда-то девать. Скажите, а у вас вот проблемы воспроизводства личного состава вообще не стоит? То есть, вот вы освободили рабов. У них дети. Их учить не надо. Почему этот дедушка начальником школы не сделан? Директором какой-нибудь гимназии педагогической. Хотя бы ПТУ. Местным Макаленко, и почему он не сделан? Ну, если он специалист, так примените его, пожалуйста. Для начала это все должно быть переписано. Ну, то есть, если вы собираетесь кого-то освобождать и строить для них, о ужас, бараки. А сколько вы этих бараков должны построить? Кстати, а на хера строить бараки, а у этих самых рыбовладельцев бараков не было построено, а где они жили все? Их можно переселить в бараки. Они тоже учтены. Бараков понадобится гораздо меньше, а дома большие займут эти люди, наверное. Нет? У нас опыт-то есть. Мы знаем, как надо. Конечно. А у вас нет. Вы дебилы. Так даже у Спартака хватило ума сделать именно так. Что ж понятно? На поверхности лежит чушь какая-то. Потому, что Спартак, освобождая рабов, он сразу их трудоустраивал. Ну, к делу представлял тут же. Потому, что, а что вы будете кушать-то? Вот вопрос. На хрен ли вы их освобождаете, чтобы они умерли? За обратно наândку свободные conduческие деньги, они тоже будут Если будет какая-то, то я что-то до кого-то.